Нам сказали по секрету, что проводят 150 занятий в Ниге. Красивый зал, красивый зал в йоге. И возьмите тоже себе на заметку, потому что я такого еще не видел. Как и обещал, делаем видео обзоры кроссфит залов, которые мы нашли в Сан-Франциско. И вот один из залов кросс-кроссфит. Оборудование сразу же стоит для зонтменов, потому что так просто бросается назад. Так что привет нашим ребятам, силовикам. Что-то здесь есть, могут приезжать, спокойно тренироваться. Тут у них сок на шлангетке. Все цвета радуги, которые только есть, наверное. Мешки. Мешочки. Это не как раньше, только адитас. Либо синий, либо белый. Это, как я понимаю, загрузочная комната небольшая, где можно загрузиться после тренировки. Может до. Начало с накалочкой. Много мячиков на любую вкусу, на любой цвет. Все расписано, все подписано. Малочки для семинаров. Малочки для семинаров. Тренажеров. Концепт. Грибные, да. Концепт. Грибные, да. Зал, я бы не сказал, что он большой, но он, в принципе, такой уютненький и все самое необъюдненькое. В этом зале очень хорошо пропагандируют тяжелонтетику. Мощь где-то может быть квадратом 300, да? Ну, да. 50, плюс-минус. По мосту один стоит, на котором, я так понимаю. Для ты есть штанга. Профункциональные блины. Штанг 10 мужских, около 8 женских. И 5-6 детских, которые по 10 кг. Вот набор минус, так понимаешь, это стандартные скакалочки. Опять же, это ездино. На любой вкус, на любой цвет. Само танков где-то около 4, да? До 5-ти метров. А вот это балка и футболки. У вас канаты и... Аааа... Аааа... На этой сцене напишут свою тренировку, которая сегодня... Аааа... Это вот самые известные комплексы. И... Эдам с ними рекорды, рекорды... Аааа... Можно... Можно взять себе на заметку. Сейчас подольше подержать. Может... Сделайте палку и посмотрите. Ааа... Сейчас 3 часа дня. И... Ну... 2... 4... 5... 6... Около 15 человек тренируются. Вот они уже сделали первый комплекс. Сейчас они отдыхают 5 минут и делают второй комплекс. 3 часа дня. То есть, в принципе, рабочее время. Людей много. Там еще на улице открывается зал. И... Все-таки понимаю, что... Когда хорошая погода... Есть огромное желание. В принципе, площадочка не большая. Но... Лучше это делать на улице. Потому что, в принципе, недалеко океан. И... Воздух позволяет вам сделать. Опять же, привет нашим ребятам. Конюшку и Грастяку. Ха-ха-ха-ха-ха. Это наш подарок. Ха-ха-ха. Ну, вот такой залчик. Я бы не сказал, что он чем-то выделяется особо. Но... Говорят, что он один из самых... Не сказал бы, что известных, но рабочих. Те залы, которые работают. В которых есть специалисты. Потому что, по технику мы посмотрели. Вроде бы... Вот девочка брала себе целоверную грудь. Но... Достаточно неплохо. Сейчас ребята делают разминку. Вы не представляете, как это делать тяжело. При условии, что мы просили выключить музыку. Это уже вторая порция. По 10-15 человек. И вот такой вот каждый час. Поэтому можно сказать, что популярность кроссфита в Америке на порядок выше. Но это не означает, что... Мы к этому не придем. Я думаю, что еще годик-полтора-два. И... Приблизительно то же самое будет и у нас. Тем самым... От этого выглядит, конечно, еще и тяжелая атлетика. Потому что... Удовольствие от подтянтия тяжелой атлетики остается. Да. Поэтому, если даже представить, что если человек перейдет 7 миллион... 10 процентов. 10 процентов, да. То, в принципе, будет неплохо. Будет над чем работать. Да. Работай надо. Да. Кстати, очень хорошее упражнение, чтобы растягивать плечи. Вроде бы получается не совсем жестко. И при этом... Очень хорошо растягивается. Поэтому надо взять на заметку. И возьмите тоже себе на заметку. Потому что я такого еще не видел. Ничего сложного, но... Очень эффективно. Увалились после тренировки. Мне кажется, эти собаки просто в недоумении, что здесь происходит. Хотя они это видят уже, наверное, не один год. Алексей! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Едём теперь в следующий зал. Ну что? Вы готовы посетить самый большой просвет-зал в Северной Калифорнии? На входе сразу не отходя. Но такая... На видео можно было передавать запах. Тут сейчас стоит именно бургерами, но сразу не отходят завышенный круг. Нам сказали по секрету, что проводят 150 занятий в неделю. Занятия начинаются с 5 утра, если я представлю. Сказали, что они тренируются 7 дней в неделю. Тренировки начинаются с 5 утра. За неделю они проводят около 150 тренировок. Можно себе представить, даже если по 20 человек, то нормально получается проходя. Вот. Зал чувствуется, что он уже, во-первых, такой взрослый, уже обточенный, объезженный. Очень интересное название. Получается, это самый большой зал. Тут около 4, по-моему, 4 или 3 зала. Вот это самый большой зал. У нас общее количество концептов, которые я их насчитал, около 15-20 штук. То есть, они просто раскиданы по всем залам. Здесь, давай, 10. Почти еще залов. Вот эта вот площадку они используют, естественно, только под сани. Сейчас, пойдем покажем под сани. Если нам нужно бегать, мы просто выбегаем и бегаем вокруг. Сплощая территория у них, например, это... Да, да, да. Они разборные. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, девять, девять. То есть, они очень мобильные. За счет того, что... Просто... Складаются... Сюда... И снизу... Получается, много функционально. В принципе, в каждом зале есть освоенный блок штанг. Я устал считать. Думаю, что здесь больше за сорок мужских грифов. И... Какая-то лишь за женская. Эмпирическая. Вот здесь зал... Как они назвали, более для профессиональной подготовки. Да? Да, но здесь соревнующиеся атлеты в индивидуальных условиях работают. Здесь тоже такой индивидуальный зал. Также мы здесь, опять же, концерты. Зал йоги. В общем, слава. Красивый зал. Красивый зал йоги. Очень, очень огромный склад. При входе. В магазине. Следующий зал. По борьбе, да? Джиу-джитсу. Джиу-джитсу. Здесь сидите. Немаленький зал. Тоже имеет свою раму. Я не думаю. И четырех носа. Опять же, блины в паундах. Я думаю, что, в принципе, кромочек, кромочек. Я думаю, что, в принципе, кромочек, кромочек. Опять целый склад оборудования, блинов и всего остального. То есть, они, наверное, так понимаю, что, когда ломается штанга или блин, они не ждут, пока приедет новая. Наверное, своего слада хватает провизы на пару лет вперед, минимум. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кстати, мы забыли вам сказать. Знаете, что это такое? Ха-ха-ха. Это маленький вентилятор. Кондиционер. Сейчас я его вижу с первой. Наверное, в промышленной какой-то огромной процедуре. Его сейчас выключили. Но они, я так понял, что как-то зацикленно делаются. То есть, вот здесь они ставят кондиционер, который выгоняет. Он проходит под зал, и тогда вентилятор выгоняет на дорогу. И потом, пацанами, пацанами. Это стандартная процедура, когда кто-то приходит к ним в зал. И вот уже посетили не один зал, и пацанам дают футболки. У нас реально интересная цинка в футболках. Поэтому, конечно же, я с вами со всеми поделюсь. Я думаю, что я устрою какие-то конкурсы. Вот. И все эти футболочки обязательно разыграю. Чтобы не только было мне одного приятного. Попросили ребята подписать пару открыточек. Поэтому, конечно же, мы это сделаем. Ну, а так могу сказать, что зал очень прикольный. Мне что-то верится, что совсем скоро у нас тоже такие будут. Потому что все к тому идет. У нас это еще такой премиум сегмент кроссфит. А здесь больше рассчитан на обычных людей. На тех, которые не ездят на супермашинах и не живут в центрах города. То есть это... Чем ты занимаешься? Кроссфитом, штамбы утягать. Это считается нормальным и абсолютно доступным. Смысл в одном, что... Благодаря спорту можно это все увидеть. Поэтому тренируйтесь. Водные процедуры незаменимы. Аспект тренировочной деятельности. Особенно, когда у вас возле дома и зал, и бассейн.